Привет, друг, ты на канале Киртоп. Как говорил герой одного известного фильма, космос это просто космос, там пустота. Видимо, поэтому наши рукотворные аппараты уже подобрались к самым границам Солнечной системы, но так и не исследовали больше 5% мирового океана. А между тем, даже этой ничтожно малой части знаний хватает, чтобы ужаснуться, увидев тех существ, что обитают в глубинах. Мешкород Мешкород – единственный известный род глубоководных рыб семейства мешкородых. Они достигают 2 метров в длину и обитают на глубине от 2 до 5 километров. Их особенностью является большой, сильный и гибкий рот с загнутыми внутрь пасти зубами. В черепе этих рыб отсутствуют некоторые кости, поэтому мешкород и легко распахивают пасть почти на 180 градусов. На большой глубине не всегда достаточно пищи, поэтому рыба приспособилась наедаться в проб, заглатывая пищи больше собственного веса и размера. Наевшийся под завязку мешкород может длительное время обходиться без еды. Рогатый кузовик Вот это плавающее НЛО называется рогатый кузовик. И даже если вдруг каким-то образом тебе доведется заплыть настолько глубоко, чтобы лично познакомиться с этим замечательным, в общем, черт его знает, с этим замечательным чем-то даже не вздумай распускать в его присутствие руки. В отличие от твоей секретарши, кузовик запросто может выпустить супер-мега летательный токсин, если ты вдруг решишь потрогать его не в том месте. Гигантский макрурус Гигантский макрурус наиболее часто встречается в морях, омывающих Россию, в Охотском у побережья Камчатки и в Беринговом, вблизи Курильских и Командорских островов. Здесь она известна как малоглазый долгохвост или малоглазый макрурус, хотя в других странах общепринято называть ее гигантским гренадером. Размеры рыбы по сравнению с другими глубоководными существами действительно огромные. Взрослые особи могут достигать двух метров, а их масса равняется 20-30 кг. Максимальный зарегистрированный возраст взрослой рыбы составляет 56 лет. Но считается, что гигантский макрурус может прожить еще дольше. Молодые рыбы обычно держатся недалеко от поверхности, на глубинах от 200 до 500 метров. По мере взросления гигантский макрурус уходит все глубже, опускаясь на 3,5 километра и глубже. Умелый рыболов Ласиогнатус — род глубоководных лучеперых рыб семейства тауматихтовых, обитает в Тихом и Атлантическом океане. Среди их теологов известно под неофициальным названием «умелый рыболов». Своё прозвище Ласиогнатус получил неспроста. У этой глубоководной рыбы имеется почти настоящая удочка, с помощью которой она охотится на других рыб и беспозвоночник. Это приспособление состоит из короткой удочки, базальной кости, лески, видоизмененного луча спинного плавника, крючка, больших кожных зубчиков и приманки светящейся в фотофор. Эта снасть действительно примечательна. У разных подвидов Ласоигнатус строение удочки может варьироваться от короткой до середины тела, до длины гораздо больше тела. Обитают эти рыбы на больших глубинах около 4 километров. Саблезуб Саблезуб — глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренных зонах на глубине от 200 до 5000 метров. Вырастает до 15 сантиметров в длину и весит всего 120 граммов. Самое примечательное же у нее длина — два длинных клыка, которые располагаются на нижней челюсти. По соотношению с телом они самые длинные среди рыб, известных науке. И чтобы Саблезуб мог закрывать пасть, природа наделила его специальными пазами верхней челюсти и разделила мозг рыбы на две части. Звездочет Рыбы семейства Звездочетовых зарываются в теплый песочек и ждут, пока незадачливая добыча сама не прибежит к ним в пасть. Согласись, было бы довольно неприятно внезапно обнаружить у себя под ногой на пляже какое-то холодное, скользкое и зубастое. Ногу эта рыба тебе, конечно, вряд ли откусит, но ты только посмотри в эти трогательные и полные надежды глаза. Ты ведь не хочешь случайно на них наступить, правда? Рыбы-топорики Рыбы-топорики — глубоководные рыбы, встречающиеся в умеренных и тропических водах мирового океана. Свое название они получили за характерный внешний вид — узкий хвост и широкое тело топорища. Наиболее часто их можно встретить на глубинах от 200 до 600 метров. Однако известно, что они могут жить и на глубине 2 километра. Их тело покрыто серебристой чешуей, которая легко отскакивает и сильно сжата с боков. Размеры топориков небольшие, а у некоторых особей длина тела составляет всего лишь 5 сантиметров. Идиакант Идиакант — небольшие, довольно редко встречающиеся глубоководные рыбы семейства идиакантовые. Наиболее распространены в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Самцы бывают не длиннее 7 сантиметров и похожи больше на личинку, чем на рыбу. Зубов нет, как и характерного для самок усика внизу головы. Зато фотофор очень хорошо развит и занимает одну треть головы. Интересно, что пищеварительная система самцов к периоду половозрелости деградирует — они перестают питаться и с этого момента продолжительность их жизни составляет пару недель. В этот период самцы пассивно парят в толще воды на глубине 1-2 км и своим огромным фотофором привлекают самок к спариванию. Последняя более крупная и достигает длину целых полметра. Огромная пасть, засаженная острыми кривыми зубами, никогда не закрывается. От подбородка отходит усик, который порой превышает длину головы в три раза и заканчивается на конце утолщением. Кожа темная, угольно-черная и не имеет чешуи. По всему телу разбросаны фотофоры фиолетового и золотистого цвета. Омар Диночелус Аусубели Этот Омар настоящий серийный убийца подводного мира. Его гигантская мощная клещня больше всего похожа на встроенную бензопилу, которой Омар вот-вот отпилит тебе голову, чтобы повесить ее у себя на стене над камином. Интересно, почему ни один голливудский сценарист еще не стырил у Омара эту замечательную идею и не придумал сумасшедшего маньяка с бензопилой вместо руки? 4. Латимерия Латимерия или целокант – это крупная глубоководная рыба, открытие которой в 1938 году стало одной из самых важных зоологических находок XX века. Несмотря на свою непривлекательную внешность, она примечательна тем, что на протяжении 400 млн. лет не меняла своего внешнего вида и строения тела. Фактически, это уникальная реликтовая рыба – одной из старейших живых существ на планете Земля. Она даже старше динозавров. Латимерия обитает на глубине до 700 м в водах Индийского океана. Длина рыбы может достигать 1,80 м при весе более 100 кг, а тело имеет красивый синий оттенок. Так как Латимерия очень медлительная, она предпочитает охотиться на больших глубинах, где нет конкуренции с более быстрыми хищниками. Эти рыбы могут плавать задом наперед или брюхом кверху. Несмотря на то, что мясо целоканта несъедобно, оно зачастую становится желаемой добычей среди местных браконьеров. В настоящее время Латимерия или целокант находится под угрозой исчезновения. Батизарус Имя Батизарус звучит как динозавр, что в принципе недалеко от правды. Батизарус феррукс относится к глубоководным ящероголовым, который обитает в тропических и субтропических морях мира на глубине от 600 до 3500 м. Его длина составляет 50-65 см. Он считается самым глубокоживущим сверххищником в мире, а все от того, что он пожирает любое существо, встречающееся у него на пути. Как только челюсти этой дьявольской рыбы захлопываются, игра закончена. Даже ее язык усеян острыми, как бритва клыками. Гигантская изопода Гигантские изоподы – название девяти видов крупных равноногих раков, обитающих в холодных водах на дне Атлантического океана. Это крупные животные, которые могут иметь более 50 см в длину. Самый крупный зарегистрированный экземпляр весил 1,7 кг при своих 76 см. Внешний, изоподы напоминают макрис, хотя и крупнее их в 50 раз. Они живут на глубине от 170 до 2500 метров, хотя большая часть всей популяции, около 80%, предпочитает глиняное дно на глубине 360-750 метров от поверхности воды. Они плотоядны, могут охотиться за медленной добычей – морскими огурцами, губками и мелкой рыбой. Не брезгуют и падалью, которая опускается с поверхности. У тушь мертвых китов и крупных акул можно встретить сотню изоподов, пожирающих разлагающееся тела. Поскольку пищи на такой большой глубине не всегда достаточно, да и отыскать ее в кромешной темноте задача не из легких, то эти раки приспособились вообще обходиться без пищи довольно длительное время. Известно точно, что изопода способна голодать до 8 недель подряд. Ботиписа канифера Ученые обнаружили у побережья Анголы водяного летающего макаронного монстра. Существо, замеченное на глубине 1325 метров из отряда сенофоров, некоторые представители которого могут быть смертельно опасны для человека. Странное животное, попавшее в кадр, состоит в основном из щупалец. Кроме того, на макушке морского монстра присутствует источник света. Благодаря специалистам выяснилось, что на видео попал Ботипусо канифера — глубоководное существо, представляющее собой колонию из нескольких организмов. Сенофоры обитают преимущественно в тропических морях. Странное животное, попавшее в кадр, вызывает ассоциации с инопланетными захватчиками из голливудских фильмов. Акула домовой Морским животным в фантастических тварях уделено мало времени. А зря. Ведь именно в океанах живет большая часть созданий, внешность которых заставит поднять бровь от удивления даже голливудских художников. Одним из таких существ является акула домовой. Странная рыба выглядит как жуткий мутант, в теле которого заключены две особи. В первую очередь о неестественности животного сигнализирует выпирающий рот. Его странное расположение не единственный и далеко не главный козырь хищника. Страшнее то, как эти челюсти работают. Когда акула домовой атакует, ее рот буквально вываливается из головы на несколько сантиметров и как рука хватает добычу. Совсем как у ксеноморфа из культового ужастика «Чужой». Обычная ванделия или кондиру Но если вдруг у вас сложилось впечатление, что опасаться здесь стоит лишь крупных созданий, спешу развеять твое мнение. Представляю вашему вниманию маленьких ванделий, пресноводных паразитических сомиков, которые несмотря на свой размер наводят ужас на местных обитателей. Дело в том, что через уретру они способны проникать внутрь тела, решившего искупаться в водах амазонки человека и закрепляться там благодаря шипам. Макрица, пожирающая язык Макрица, пожирающая язык или Симотое эксигуа – одно из самых странных и пугающих существ океана. Этот ракообразный паразит цепляется за язык своей жертвы – пятнистого розового люциана и не отпускает его, высасывая всю кровь из языка, пока этот орган не атрофируется. Когда же это происходит, Макрица становится новым языком. Она прикрепляет свое тело к огрызку старого органа, питаясь остатками пищи, которую не успел проглотить люциан. Как это не удивительно, но сам люциан не сильно страдает от этого процесса, продолжая жить и питаться даже после того, как Макрица стала его частью. Поддержи видео своим лайком и подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Я рад каждому новому зрителю. Комментируйте и лучшие комменты я лайкну. Всем пока.